всем привет с вами алексей 20 километров от харькова украина сегодня расскажу это наверное самое важное видео для тех кто посадил фундук но мы посмотрим как фундук будет готов ли он к первое самой важной обработки и сразу же обязательно посмотрим на другие растения вот у нас персик вот такие уже раны тут подтеки погода похолодала дожди соответственно сейчас проснется вся нечисть и соответственно очень нужна обработка значит вот по персику смотрите как он еще не распустился вот здесь цветочные почки 2 а между ними вот небольшой листочек и как то есть сейчас обработать персик можно и соответственно и фундук и сейчас посмотрим кого еще можно обработать если у вас не чисто фундуковый сад допустим кого еще сейчас можно обработать обработать очень много кого можно и это очень важно по персику смотрите совет николай винтера препарат скор который сто процентов работает у него одна обработка вот сейчас и все соответственно продукция экологически чистая будет но не будет курчавости этого очень страшного заболевания для персика также есть у меня от одного из персиководов с украины положительные отзывы о препарате топсин м тоже примерно в такую же фазу обработал и сказал что результат был потрясающий так ну что сейчас идем дальше черешня и другие плодовые не буду показывать как раз идет раскрытие почки либо в крайнем случае зеленый конус все это идеальное время то есть фруктовые тоже обрабатываем вместе с лундуком вместе с персиком виноград спит пока виноград не трогаем черная красная смородина лист открыт готова к обработке сто процентов даже ситуации с малиной все раскрылась молодая зелень обработка сто процентов клубнику обработал ранее препаратом хорус обрабатывал для холодных температур но сейчас допустим у меня выше плюс 5 поэтому можно пользоваться и его аналогами или топсином м я думаю ничего страшного концентрацию для земляники садовой надо значительно увеличивать ну и самое главное фундук весь раскрылся все даже самые такие в основном стойкие сорта у них все равно хотя бы уже треснула почка вот представьте сейчас супер идеальный момент для обработки опять же в моем регионе своем регионе вы должны ловить этот момент вот вы его поймали теперь смотрите ловим погоду погода должна быть от плюс 5 безветренная вот можно как сейчас даже то есть влажненько дождя не предвещается допустим ближайшие два часа работаем я рекомендую работать только системными препаратами то есть которые через вот эти молодые листья очень быстро впитаются в ваше растение пару часов без дождя и препарат уже в растении начинает работать усиленно следующие обработки надо производить по регламенту где-то через 7-10 дней еще смотрим по погоде я так и считают это лично мое мнение что допустим обработки сделаны в критическое время а погода допустим потом стоит сухая достаточно ветрено то есть ну для развития каких-то заболеваний но особых перспектив нет то можно либо увеличить кратность обработки ну вернее время между обработками либо ее не проводить вообще но это такое конечно весенние обработки 3-4 это просто закон даже не 3 а 4 особенно касается молодых растений особенно касается если вокруг чужие растения и соответственно много болезней если не ухоженные сады особенно то это все очень плохо и так поймали погоду определились с препаратами берем только оригиналы только оригиналы только такие которые впитываются то есть не контактная системная и тогда у вас все будет хорошо не рекомендую работать с бортовскими смесями и так далее забиваются опрыскиватели с концентрация сейчас очень трудно угадать они тоже очень вредные поверьте еще скорее всего вреднее чем препараты которые вот эти современные потому что многие из них там даже написано что безопасно для бджил ну медь я не думаю что она прям такая безопасно в чем не знаю чем смотрите сами тоже дело ваше я вам показал сроки когда просто в край необходимо сделать первую обработку фундуководом особенно которые приобрели молодые растения весной или осенью молодые растения до трех лет это даже не обсуждается по взрослым растениям уже смотрите сами можно делать биообработки но я уже неоднократно об этом говорил это очень геморройно на самом деле очень сложно особенно в такое время поэтому если у вас есть возможность приобрести оригинальные препараты через интернет допустим не у всех уже есть такая возможность либо у вас есть где приобрести еще лучше оригиналы то конечно приобретайте и действуйте конечно всего не успел сказать поэтому с удовольствием отвечу на все вопросы в комментариях всем огромное спасибо за внимание надеюсь на ваши на вашу сознательность ответственность и понимание вопроса что это самое одно из самых важных видео на этом канале вообще которые я делаю в течение года всем спасибо огромное кто смотрел всем хороших урожаев и мирного неба на головой всем пока